День добрый! С вами Смирнова Ирина. Совет 3. Подберите для своего блога функциональный, удобный для использования шаблон. Из собственного опыта знаю, что начинающему блогеру всегда очень хочется иметь красивый блог. Естественно, это желание, потому что это ваше детище, его хочется иметь очень красивым, очень видным, очень заметным. Существуют некоторые требования для шаблона. Одно из первых требований это его аккуратность. Многие компании проводят тестирование, собирают информацию о том, как видят наши с вами блоги люди, приходящие на них. И на первое место этих анкетах ходит одно требование. Шаблон должен быть не настолько красивым, как очень аккуратно. Аккуратность шаблона вызывает всегда доверие к нему, потому что аккуратный, неперекошенный шаблон может создать только профессионал. Естественно, профессиональные такие возможности ваши и такой аккуратный шаблон, конечно же, подтверждает ваш эксперт. Поэтому ваша задача создать очень аккуратный шаблон. Аккуратный шаблон можно создать только тогда, когда вы очень хорошо владеете всеми возможностями шаблона. Второе требование это логичность. На блоге должно быть все очень логично разложено. И самое главное, что доступ человека к информации должен быть очень последовательный и очень удобный для изучения. И опять же, такое логичное изложение информации и такая логичная дорожка прохождения человека от одной информации к другой информации возможно опять же только тогда, когда вы очень хорошо владеете собственным шаблоном. Третье требование. Не надо перегружать визуальной информацией в собственный шаблон. Всегда помни, этот блог читают люди, а у людей есть свои определенные фидеологические возможности. И человек, даже не понимая, не осознавая того, что его глаза устали, смотреть на какие-либо мелькающие флеш-картинки, на какие-то значки двигающиеся, на каких-то птичек летающих, божьих коровок бегающих. И у него просто под коркой возникает желание, опять же повторяю, неосознанное, что ему некомфортно на блоге. И он просто с вашего блога уходит. А у нас задача такова. Надо, чтобы наш посетитель на блоге находился как можно дольше, чтобы его информация и удобство, и комфортность устраивали. Четвертое требование. Особое требование к шрифту на вашем блоге. Помните, что шрифт должен быть без засечек. Вот сейчас на слайде вы видите шрифт рубленный. То есть на буквах этого шрифта нет поперечных засечек. В этом случае блики экрана компьютера уже напрягают глаз. Если приходится еще напрягать глазные мышцы для того, чтобы прочитать текст, то это, естественно, вызывает некомфортные ощущения у вашего посетителя. Помните о том, что человек привык читать текст на светлом фоне, а сам шрифт должен быть темным. Но помните, что резкое разграничение ярко-черных звезд. И ярко-белый лист – это тоже нагрузка на глазные мышцы. Так вот, для того, чтобы все было очень хорошо, удобно и логично выложено на вашем блоге, нужно использовать хорошие шаблоны. Естественно, начинающий блогер не слишком большими знаниями обладает для того, чтобы создать все условия для удобства посещения вашего блога. Поэтому я предлагаю сейчас пройти в консоль WordPress-овского блога и посмотреть, по какому принципу надо выбирать шаблон блога. Сейчас мы находимся в консоли блога. В опции «Внешний вид». Открываем тему. Здесь у нас две вкладки – «Управление темами» и «Установить темы». Давайте сначала посмотрим вкладку «Установить темы». В этой опции можно найти тему по ключевому слову. Можно настроить вот здесь в чекбоксе, как установив галочки, те опции, которые нам необходимы для нашей темы. А можно просто зайти в библиотеку тем и подобрать темы. WordPress предлагает нам 560 тем на выбор. Для того, чтобы понять, каковы эти темы, хороши они или нет, нам достаточно просмотреть тему. Вот дано окошечко с темой. Мы кликаем вот на эту ссылку «Просмотреть» и видим информацию о теме. Мы видим, что она будет выглядеть приблизительно, внешний вид ее будет вот такой. Вот такие будут картинки, вот такой будет сайдбар. Здесь мы можем увидеть шрифт, самый большой заголовок номер один, маленький заголовок 6, сам шрифт, соотношение шрифта, цвета шрифта, вид шрифта и цвета листа, на котором этот шрифт находится. То есть вот эти вопросы мы все здесь можем просмотреть. Для того, чтобы понять, нам нужно ее установить. Вот кликнуть на эту кнопочку, это не значит, что мы устанавливаем сразу и активируем тему. Для того, чтобы активировать ее, нужно пройти совсем по другой ссылке. Итак, давайте мы и вернемся в библиотеку темы. После того, как вы выбрали тему, вам нужно ее установить. Кликнув на вот эту ссылку «Установить», тема устанавливается и вы ее находите во вкладке «Управление темами». Сейчас мы находимся во вкладке «Управление темами». На что здесь нужно обратить внимание? Ну, первое, те темы, которые вы установили, они у вас будут расположены в библиотеке уже вашего блога. К примеру, если вы выберете какую-либо тему и захотите просмотреть ее, то у вас уже здесь будут отображаться те страницы, которые заложены в вашем блоге, то название, которое есть у вашего блога. Ну, например, вот кликнув на данную ссылку «Просмотреть», мы видим вот здесь расположение, внешний вид уже практически вашего блога. И с левой стороны мы видим вот такие опции, где мы можем тут же прямо внутри просмотра сделать некоторые настройки. Но чтобы полно, более полно посмотреть эти настройки, нам необходимо активировать тему. Вот сейчас у меня активирована вот такая тема. Вот так она выглядит на самом блоге. Как видите, очень такая приятная голубенькая тема. Давайте посмотрим, насколько она функциональна. В принципе, функциональность тем можно сразу увидеть вот здесь, вот в этих ссылочках. Как видите, здесь мы можем только настроить тему, то есть выйти вот в это окно настроек. Здесь мы можем работать с виджетами. Виджеты в данном случае будут стандартные, те самые стандартные виджеты, которые дал нам WordPress. Здесь у нас есть возможность настройки произвольного меню и редактирования или CSS. Естественно, для начинающего блога редакция CSS достаточно сложна. Поэтому таких настроек и таких возможностей для данной темы и для начинающего блогера, пожалуй, будет маловато. Давайте посмотрим и установим другую тему. Вот такую тему SunCloud. Я ее сразу активирую. Выглядеть она будет вот так, голубая. На ней оранжевыми буквами, видите, написан заголовок. То есть вот такой внешний вид этой темы. Теперь давайте посмотрим ее настройки. Как видите, в этой теме настроек намного больше. Здесь у нас есть возможность работы с виджетами. У нас здесь есть несколько меню произвольных. У нас есть редактирование CSS. Точно такое же, как и в предыдущей теме. У нас есть функция заголовок, фон. И еще есть отдельная функция опция темы. Здесь вот с левой стороны мы с вами тоже видим все эти опции, которые выложены в функции внешний вид. Давайте зайдем в опции темы. В опции темы нам предлагается выбрать цвет темы. У нас сейчас стоит голубая тема. Мы можем выбрать оранжевую или вот такую зеленую. Ну давайте переключимся на оранжевую. Сохраним данные. И наш шаблон станет выглядеть вот так. А теперь представьте, что вы захотели ваш шаблон оформить к Новому году. Для того, чтобы это сделать начинающему блогеру, изменить внешний вид шаблона это достаточно сложно. WordPress и данный шаблон предлагает нам функцию изменения заголовка. Для того, чтобы изменить заголовок, я выхожу вот через эту опцию. Вот на этот интерфейс. Посмотрите, здесь есть возможность выбора определенной картинки. Ну, например, вот такой новогодней картинки. Я эту картинку загружаю. И у меня появляется вот такая возможность выбора картинки, вот передвигающимся вот таким светлым окном, определенного внешнего вида какой-то вот, какой-то области этой картинки. Ну вот давайте выберем вот такую область. Я кликаю обрезать и опубликовать. Перехожу на сайт и вижу, что мой шаблон украшен вот таким дополнительным новогодним хедером. Этот же шаблон предоставляет нам возможность замены фона. Вот эта функция фон. Я перехожу и выхожу вот на такой интерфейс. Здесь у меня тоже есть возможность выбора. Ну, пусть будет новогоднего внешнего вида. Я загружаю новогоднюю картинку. Картинку надо, естественно, подбирать достаточно большую. Такую, чтобы... Или бесшовную картинку. Такая, чтобы она красиво смотрелась на вашем блоге. Вот картинка загрузилась. Я здесь настройки отображения настраиваю. Слева замостить, зафиксировать и пишу сохранить изменения. И сайт приобретает вот такой вот новогодний вид. Как видите, зафиксированная картинка. Но вот здесь она получилась разрезанная. И вот уже совсем другое новогоднее настроение на вашем блоге. Этот шаблон, как видите, дает какие-то, ну пусть небольшие, но дает какие-то возможности по изменению внешнего вида вашего шаблона. И способствует созданию определенных удобств посещения вашего блога. А теперь давайте посмотрим еще один шаблон. Я его активирую. И обратите внимание на то, сколько появляется функций у этого шаблона. Здесь есть виджеты, меню, редакция CSS, заголовок и фон, как на предыдущих шаблонах. Но здесь появляются еще две серьезные функции. Вот это широткоды. Ну, как ими пользоваться, это не тема сегодняшнего нашего занятия. Я просто хочу показать вам, насколько функциональны бывают шаблоны. И это один из них. Здесь во внешнем виде появляется ссылка. Административная панель Viver 2. Тема называется Viver 2. И обратите внимание на возможности этого шаблона. Первое. Здесь у нас практически еще один конструктор прямо внутри шаблона. Первая опция дает нам возможность выбора внешнего вида шаблона. Посмотрите, сколько здесь есть возможностей выбрать шаблоны. Здесь есть возможности выбора. Ну, например, на темном фоне заголовок вверху светлый. Есть возможность сделать надпись, например, на хедере. Есть возможность получения сразу же сайдбара с правой стороны. Есть сайдбар с левой стороны. Итак, вы просто вставляете сюда, ставите кнопочку и выбираете данный шаблон. Но это еще не все. Внутри каждого из этих шаблонов есть еще очень большие настройки. Так называемые генеральные опции. Как только я кликаю на генеральные опции, посмотрите, появляется еще одна строка опции, где идет полная настройка. Где идет полная настройка внешнего вида, хедера, цвет, цвет главного меню и так далее. То есть здесь, если вы внимательно прочитаете, здесь очень много возможностей. Мы можем заменить макет в основных параметрах. То есть мы выбрали дизайн, а теперь мы меняем макет. Мы можем выбрать несколько столбцов, несколько колонок сайдбара, расположить их и справа, и слева, сделать их широкими и устными. Мы можем убрать боковую панель. Мы можем на каких-то страницах использовать это, на каких-то страницах не использовать. Посмотрите, какие огромные возможности руководства вашего шаблона. Здесь есть возможность выбора шрифтов. Здесь есть возможность выбора областей виджетов. В этом шаблоне очень большое количество областей для виджетов, которые можно поместить даже в хедер. Можно поместить вниз страницы, можно поместить вниз записи и так далее. Вы можете изменить внешний вид заголовка, шрифта, закруглений и так далее. Высоту самого заголовка. Посмотрите, какое огромное количество настроек. Вы можете изменить меню. Вы можете избрать и поменять содержимое областей. То есть это тексты заголовков, страниц, записи, футера, границы и так далее. Здесь очень много всевозможных возможностей. Нижний колонн титул. Пожалуйста. Здесь также есть возможность сделать и поменять опции администратора. Здесь можно изменить некоторые административные функции и внешний вид этих функций. То есть возможности у данного шаблона очень большие. Это базовый шаблон WordPress. Он, будем говорить, родной встроенный такой шаблон. Он находится в библиотеке шаблонов WordPress. Он бесплатен. Таких шаблонов несколько в библиотеке. Вы можете выбрать любой из них. Но самая главная цель вот этого видео показать, что на первоначальном этапе развития вашего блога шаблон нужно выбирать функциональный. Не надо смотреть на его внешний вид, что он какой-то красивенький, на нем какие-то красивые картиночки. Дело в том, что чем более загружен шаблон красивым дизайном автора, тем меньше вы его можете изменить. Поэтому вот такие простые шаблоны с очень большими функциями, с очень большими возможностями, их используя, вы можете очень хорошо работать с собственным блогом. Итак, подведем итоги. Для того, чтобы вам удобно было работать с вашим блогом, для того, чтобы вы могли выполнить его внешний вид профессионально и его аккуратность подтверждала вашу экспертность, для того, чтобы посетителю блога было удобно получать на нем информацию, выбирайте функциональный, удобный в управлении блог. Всего доброго! С вами была Мирнова Ирина. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok